Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Сегодня 9 апреля. Многие огородники, ну или некоторые огородники, мечтают посадить растение и забыть о нем, а потом собрать урожай. При этом, чтобы растение росло само. Ну, конечно, можно поливать, подвязывать к опоре, если ветки ломятся под тяжестью урожая. Это идеальный вариант. Так много времени я уделяю томатам и перцу и совершенно не обращаю внимания на баклажаны. А между тем, баклажаны, вернее, их выращивание на раннем этапе, спокойно укладываются в схему. Посадил и забыл, но иногда поливай. Вот я посадила баклажаны, об этом есть видео. И за все время пару раз слегка, самую малость подкормила. Землю перед посадкой не обеззараживала, семена не стимулировала. Почему я принципиально не обеззараживаю землю, тоже есть видео. Баклажаны растут сами. Спросите, например, у аквариумиста. Где труднее содержать рыбок? В большом аквариуме или в маленьком? В маленьком труднее. Когда рассада растет в стаканчиках, в баночках, в плошечках, в горшочках и так далее. Это как маленький аквариум. Маленькая закрытая экосистема. Малейшая неточность. Ошибка в дозировке и рассаду можно потерять. Поэтому на самом раннем этапе я вообще стараюсь не вмешиваться. А когда рассада подрастет, окрепнет, тогда я ее немного, повторюсь, в нано-дозах подкормлю. Это совсем не популярная точка зрения, но какая есть. Видео о моей простейшей подкормке, ссылка сверху. Вот, посмотрите еще раз на рассаду. Совсем недавно я пересадила ее из маленьких стаканчиков. В емкости немного большего объема. Смотрите, какие листья, как лопухи. Первый урожай хочу собрать в начале или в дедах числах июля. Но это мое желание. Поживем, увидим. Баклажаны любят тепло. И многое зависит от погоды. А у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе.